Еще в далеком 1935 году авторы побоялись делать громкие выводы, и ученые подчеркнули, что крысы, с которыми сравнивали голодающих крыс, это контрольная группа, могут подвергаться негативному воздействию на здоровье из-за ожирения. Кормление по собственному желанию Adlibitum делала крыс толстыми и повышала массу тела. Более того, во время эксперимента случайная поломка в системе отопления дала ученым новую пищу для размышлений. Голодающие крысы были, мягко говоря, не в тонусе и просто погибали из-за того, что не могли выдерживать низкую температуру в помещении, в лаборатории. Проще говоря, голодающие животные не адаптировались к изменениям окружающей среды, в отличие от животных, которые не голодали. В 1961 году Росс и коллеги показали, что в раннем возрасте, когда крыса только начинает расти и развиваться, необходимо высококалорийное питание, высокобелковое питание и высокоуглеводное питание. Такие диеты без ограничения калорийности полезны для животных. Они позволяют крысам быстро развиваться. Такие крысы имели низкую смертность в сравнении с теми, что имели мало белка и мало углеводов на первых этапах жизни. Во второй половине жизни, наоборот, те крысы, что имели ограничения, жили дольше, чем их коллеги, которые не отказывались себе в пище. Вывод сделан был простой. Когда организм растет, высокое потребление питательных веществ снижает смертность и оптимально для развития размножения. А во второй половине жизни, наоборот, сокращение калорийности снижает смертность. Это важный тезис, поскольку некоторые, даже своих детей, сажают на низкокалорийные диеты и вносят в их жизнь практики голодания. А принцип лечения один и тот же – очищать. Кушать не давать, конечно, это трудно с ребенком, но… Важный вопрос, который задали ученые – может ли ограничение в калорийности увеличить максимальную продолжительность жизни за пределами биологического порога? Ученые не были так позитивно настроены, как делают современные продлеватели жизни. Ученые сделали вывод, что именно переедание сокращает продолжительность жизни, а не ограничение калорийности продлевает жизнь. Те крысы, что едят по собственному желанию, жиреют, волнеют и умирают раньше своих контролируемых коллег. Я неоднократно поднимал тему калорийности и питания по собственному усмотрению в моих предыдущих роликах вот здесь. Люди, как и крысы, когда едят по собственному усмотрению, часто переедают и имеют лишний вес. Также стало известно, что существует оптимум, который способен давать на начальном этапе максимальный рост и развитие организма, а во второй половине жизни поддерживать организм в здоровом состоянии и способствовать повышению выживаемости. И это оптимум норма потребления калорий для сохранения определенной массы тела. Друзья, всем привет! Это второй канал проекта СМТ Научный подход. Здесь мы публикуем выжимки из основных роликов. Данный формат называется «По полочкам». Несколько минут по самым главным темам. Также на канале вы можете найти переводы зарубежных материалов в сфере доказательной медицины, различные курсы и много чего полезного. Подписывайтесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик. Если у вас есть предложения по новым роликам, оставляйте их в комментариях к видео на YouTube.